Доброе утро! Мы продолжаем с вами изучение, или точнее, наверное, не изучение, продолжаем, как мы с вами договорились, курс бесед, посвященный основам евангелизации и еврейской апологетики. Мы говорили с вами отчасти, от чего это важно, почему это важно. Важно это потому, что если Иисус не является мессией для евреев, то он и не является таковым ни для кого. Он был дан еврейскому народу и обещан прежде всего еврейскому народу. Если нам бы удалось с вами доказать или показать, основываясь на еврейских текстах, что Иисус есть мессией еврейского народа, то он автоматически становится мессией для всех других народов. Верно и обратно. Если бы нам не удалось показать, что согласно еврейским текстам Иисус является мессией, то тогда он и не является мессией ни для кого. У меня есть друг, помощник, человек, которого я знаю, но, в общем-то, всего достаточно незрелого возраста. Когда ему пробовали, в свое время будучи неверующим человеком, рассказывать об Иисусе, он только смеялся. И он говорил о том, что, зачем же вы это делаете? Вы при помощи Нового Завета говорите мне об Иисусе. Это достаточно как бы серьезная и методологическая ошибка, потому что утверждают нехристиане. Вы сами же придумали текст, сами же его подогнали к Ветхому Завету, и на основании этого текста доказываете какие-то вещи в Ветхом Завете. Это не серьезно. Вот если бы вы показали мне, говорят они, и этот молодой человек говорил мне, что есть Иисус, и он мессия из текстов Ветхого Завета, это было совсем другое дело. И мы на самом деле стали с ним работать над текстом Ветхого Завета, и в один прекрасный день он уверовал в Иисуса Христа, никогда не читая Нового Завета до того. То есть исключительно на основании Ветхозаветных текстов. Вы скажете, это удивительно, но это абсолютно не удивительно, принимая во внимание, ну скажем, Первую Церковь. Времена Первой Церкви не было того, что называется Новым Заветом. Собственно, он и не возникал, как каноническое издание раньше Третьего, конца Третьего века нашей эры. Все тексты, которые были до этого, и на котором училась Первая Церковь, были то, что мы сегодня называем Ветхозаветными текстами. Даже Павел, обращаясь в своем известном послании Тимофею, говорит, что все Писание Бога духовновенно и полезно для научения. Какое Писание он имеет в виду? Естественно, он имеет в виду Ветхий Завет, по простой причине, что Нового Завета еще очень и очень долго не существовало. Иными словами, исторический ход библейских событий показывает нам, что абсолютно возможно понимание веры или приход к вере в Иисуса лишь и единственно на основании Ветхозаветных текстов. Почему это важно? Я не хочу умолить, естественно, достоистоя верующий в Иисуса человек Новозаветных текстов, но не представляется большой проблемой доказать, что Иисус является Христом на основании Евангелия от Матфея, скажем. Потому что ясно совершенно делается о нем. Попробуйте это сделать на основании Псалмов или книги пророка Даниила, или книги Исаии, или на основании древних еврейских неканонических текстов. И увидите, насколько усложняется задача. Но именно такой подход делает понимание мессианства Иисуса фундаментальным для христиан вообще и для евреев, конечно, в частности. Мы говорили с вами вчера о евангелизации в принципе. Мы говорили с вами об основах евангелизации. Мы коснулись с вами темы о том, что невозможно отделить веру от жизни. И на самом последнем занятии мы с вами говорили, основываясь на книге «Деяния апостолов», 2-й и 3-й главе, о том, что по своей сути истинная евангелизация стоит на четырех китах или на четырех столбах. Первый – это, естественно, изучение Писания. Второй – это общение, хлебопреломление и молитва. Они все являются интегральной частью евангелизации, а понимание евангелизации как гомилитического процесса, сообщения о мессианстве Иисуса в формате либо проповеди, либо евангелизационной кампании, либо лекции, есть сознательное упрощение или вульгаризация того, что называется процессом евангелизации. Евангелизация – это благая весть. С моей точки зрения, евангелизация – это комплексный процесс, который включает в себя добрую новость о возможности уверования, сообщение о путях этого уверования и приложение к ней праведного образа жизни как неотъемлемой функции уверования. Это все неразделимые вещи. Мы говорили с вами вчера о методе, который существует сегодня в современном богословии, так называемый метод медиакритицизма, который утверждает, что в древнезаветных текстах, в том виде, в каком они сохранились до нас, они не всегда были записаны во времена предшествующие Иисусу. Более того, существовала традиция не записывать никакие тексты. Я вам могу привести пример. В древневавилонских ешивах Ешива — это учебное заведение. Существовала традиция, при которой там не было библиотек. И был некий человек, которого условно называли словом Тана. Тана — арамейский, значит, учитель. Но не путать данное слово Тана обозначает еще и толкователь. Потому что Тана — это Таны или учителя, первые учителя до II века н.э. Это были те люди, которые создали Мишну или центральную часть Талмуда. А эти Таны в Вавилоне, скажем, в Ешиве, в Пумбидите — это были люди, которые обладали феноменальной памятью. И они запоминали наизусть полностью все библейские и околобиблейские тексты. Поэтому, когда мы сидели или они сидели в ситуации, подобные вам, в классе сидели ученики, сидел раввин, то обязательно находился и Тана. И библиотек не было. И Тана воспроизводил по памяти те или другие тексты, которые ему говорил учитель или на которые ссылался ученик. Это была своего рода ходячая энциклопедия. Это была своего рода ходячая библиотека. Так вот, суть состояла в том, что благодаря тому, что тексты заучивались устно, а не записывались, возникала так называемая звуковая ассоциация между отдельными словами. Слово бсора, а именно так звучит на еврите Евангелие или Благая Весть, созвучно, не однокоренно, но созвучно со словом баса, которое значит мясо, наполнение, не воздух, не пустое место. Поэтому в контексте того, как оно произносилось и что оно могло значить на чисто ассоциативном уровне, для иудея древнего слово евангелизация было наполнено не пустым звуком, а некой дезагробной жизни, которой никто не видел и некой им каким-нибудь моральным статусом или законами поведения. Она была наполнена абсолютно вот этим вот мясом, если хотите, ежедневным практическим хождением в Господе Боге. Я думаю, не случайно Господь Бог выбрал это слово на еврите, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, вне зависимости от этого, переводили ли хорошо, или плохо, или правильно, неправильно, суть в том, что мыслили и общались они в еврейской языковой среде. Итак, я думаю, что это и есть суть евангелизации, ничуть не умаляя достоинства знаменитых проповедников, евангелистов, которые делают огромные компании на стадионах, дворцах спорта, на открытых площадях, и многие люди приходят к познанию Сына Божия Иисуса Христа. Я хочу просто восстановить баланс или оправдать доброе имя евангелизации в пользу оригинального концепта, оригинальной концепции, задумки, которую Господь Бог вложил в это слово. Не только стадионные мероприятия являются евангелизацией гораздо больше, гораздо шире. Стадионные мероприятия являются одной из гранью возможных, но вовсе не исчерпывающих того понятия, которое мы называем сегодня евангелизацией. Сегодня мы с вами будем также говорить о еврейской евангелизации. Мы посвятим большую часть сегодняшнего времени изучению посланий Павла, части, скажем, посланий к римлянам, причем мы это будем делать опять в еврейском контексте, не забывая, что Павел характеризует или позиционирует себя как апостол язычников. Почему это важно? Мне кажется, что в одной из серьезнейших ошибок, которые есть в современной церкви, есть полное или почти полное забвение о той роли, которую Господь Бог определил еврейскому народу. Еврейский народ определен в современной догматике церковной как некое средство для достижения спасения людьми всего мира. В то время, как я считаю, что правомочнее было бы утверждать, что еврейский народ в контексте плана Божьего является не средством, а целью, при помощи которого опосредованной целью, не конечной, но опосредованной целью является приведение к спасению других народов. Господь Бог верен, Он не меняет своего мнения, и все, без исключения заветы, начиная с завета между Богом и Авраамом, были заключены между Богом Израиля и еврейским народом, включая Новый Завет. Почему я говорю, начиная с Авраама? Был ли Адам евреем? Нет. Адам евреем не был. Был ли Ной евреем? Нет. Ной евреем не был. Был ли Энах евреем? Он не был евреем. Когда появлялись или когда появились первые евреи? Первые неевреи, давайте точнее. Первые неевреи появились в тот самый момент, когда появились первые евреи. Потому что до тех пор, пока не существовали евреи, естественно, не могли существовать и неевреи. А первым евреем, естественно, был Авраам. Не Авраам, а именно Авраам. Ав с еврейта значит отец, Ра значит многие, Ам значит народы, отец многих народов. Именно в момент выделения из неопределенного национального общества, коим являлись все народы из выделения из него Авраама, берут свое начало с одной стороны еврейский народ и с другой стороны нееврейский народ. Естественно, по определению евреев всегда было меньше, что не делает их менее значительными в глазах Господа Бога. И так, начиная со времен Авраама, все без исключения заветы заключались всегда между Богом и еврейским народом. К всем заветам относится завет с Авраамом, заключенный в 12 главе книги Бетей, потом нашедший свое подтверждение дальше, в 17 главе. К этим заветам относится завет с его сыном Исааком, к этим заветам относится его завет с сыном его Иаковом, который по своей сути является подтверждением заветов двух предыдущих, с выделением Иакова, читай, отсюда Израиля в отдельную группу, целевую группу. К ним относятся так называемые филистинские или палестинские заветы. Два относятся также завет с Давидом и в конечном итоге к ним относятся и пророчествованные Еремии в 31 главе новый завет. Когда Писание говорит, что обои дни я заключу новый завет с домом Иуды, с домом Израиля. Новый завет никогда не заключался с русским народом, с украинским народом, с молдавским народом, хотя у Бога нету лицеприятия. Завет был заключен исключительно с еврейским народом, к которому были присоединены добровольно, это не сталинские переселения, добровольно другие народы, став соучастниками или точнее сопричастниками этого нового завета, опять-таки заключенного между Богом и еврейским народом. в конечном итоге, мы говорим с вами о втором пришествии или возвращении Иисуса Христа, я не буду здесь даваться в вопросах о премиллионалистических, постмиллионалистических, предтрибуляционных, посттрибуляционных, позициях, это все как бы вопросы теологии. Важно, что конец истории будет ознаменован пришествием не только Иисуса Христа, но и приходом еврейского народа к Господу Богу Иисусу Христу, и это по сути своей будет знаменовать собой преддверие конца человеческой истории, я говорю преддверие конца, не конец, потому что после тысячелетнего царства, основанного в Иерусалиме или имеющего центра в Иерусалиме, еще, естественно, будет последняя битва между Богом и Сатаной, и тогда уже наступает конец истории. Однако, если мы говорим в критериях или в понятиях эсхатологических, то мы вправе говорить о тысячелетнем царстве как о баскетологическом событии, и в этом контексте естественно, что спасение еврейского народа является целью, не средством или окончательным сатериологическим событием, окончательным сатериологическим событием, описанным нами в Нового Завета. Итак, мы видим, что по сути своей первый акт сатериологический в Новозаветный в виде заключения Нового Завета и прочтенной Иеремии заключается с дарованием Святого Духа со смертью Иисуса Христа и дарованием Святого Духа в Иерусалиме в практическом отношении в контакте исключительно с еврейским населением вся первая церковь на 100%, не на 99%, вся церковь была еврейская и завершается время существования церкви, так называемое время благодати или лето господнее или время церкви называйте как хотите оно завершается точно так же спасением всего израильского народа все события нравится нам это или не нравится справедливо или это не справедливо звучит ли это иудофильский в отличие иудофилизм или иудофилия это люди которые любят иудофилия а не антисемитский как нам хотелось бы хотя мы не отдаем себе отчета в нашем антисемитизме очень часто нравится нам это или не нравится в любом случае жизнь церкви ограничена вот этими двумя событиями дарование святого духа в Иерусалиме еврейскому народу и основание церкви и взятие церкви опять таки я не хочу вдаваться в подробности в какой период времени это произойдет в начале великой скорби в середине великой скорби или в конце великой скорби это другой вопрос но жизнь церкви вот между этими двумя событиями за которыми в конечном итоге следует спасение еврейского народа. Итак, содержание жизни церкви ограничено двумя вот этими событиями. Поэтому для нас очень важно сообщение к благою вести еврейскому народу. И мы с вами будем сейчас говорить о том, как это делать, и почему это важно для языческой, или скажем не еврейской, так будет точнее, христианской церкви. Существует очень серьезное заблуждение. Евреи не верят в Иисуса Христа. Украинцы верят, а евреи не верят в Иисуса Христа. Знаете, я всегда вспоминаю это знаменитое место, когда Иисус приходит и изгоняет беса и поселяет их в свиней. Это происходит как бы на севере Израиля. Свиньи, они свиньи и есть. Они скачут с обрыва и как бы погибают. Но как реагируют люди? Люди прогоняют Иисуса из-за того, что их свиньи погибли. У меня вопрос. Очень простой вопрос, который, может быть, вы задавали себе, а может, и нет. Скажите, кто были люди, которые выращивали свиней? В ветхозаветное время, во времена Моисеева закона. Могли ли евреи выращивать свиней? Безусловно, нет. Евреи не могли выращивать свиней. Есть интересный феномен, парадокс. Если вы сегодня в Израиле, естественно, Израиль – государство светское. Чересчур светское на сегодняшний день, с моей точки зрения. Есть некоторые кибуцы. Это подобие наших колхозов, капитализированных, бывших, которые выращивают свиней. Страшные скандалы, им запрещают демонстрации религии. Но, тем не менее, они выращивают свиней в основном на экспорт. Израильтяне не едят свиней. Они договорились с религиозными евреями, что им позволено выращивать свиней, но при одном условии. Что свиней не ходят по земле Израиля. Свиней выращивают на определенных помостах, на стилах, с тем, чтобы мерки и ноги свиней не топтали святую землю Израиля. К чему я это говорю? Что даже сегодня, спустя две тысячи лет, сама по себе идея свиная, она чужда Израилю в той или иной степени. Тем более, это было во времена Иисуса Христа, который пришел и сказал, не думайте, что я пришел нарушить законы. Я пришел не нарушить, исполнять или наполнять, это другой вопрос, имеет отношение к греческому языку и нашего понимания, традиции Моисеевого закона. Оставим это в стороне. Но суть состояла в том, что совершенно очевидно, что люди, которым пришел Иисус, были не евреями. Это были язычники, которые жили на севере Израиля. Как они поступили с Иисусом Христом? Они приняли Его с распростертыми объятиями? Отнюдь! Они выгнали Его. Выгнали Его ради свиней. То есть, иными словами, свиньи для них оказались гораздо важнее, чем благая весть, которую принес Иисус Христос. Поэтому голословные утверждения, что вот где евреи отвергли Иисуса Христа, а язычники приняли Его с распростертыми объятиями, не выдерживают ни малейшей критики. Я вам скажу более того. Вперед Первой Церкви римляне смотрели на всех христиан из язычников, как на еврейскую секту. Еврейская религия или религия Моисея этого времени была в римском мире признана как религия, имеющая официальный статус. Евреи, верующие в Бога Авраама и Исаака Якова, были единственным народом во всей Римской империи, которые имели статус людей, разрешавший им не поклоняться императору наравне с Господом Богом. Поэтому для всех язычников, принявших христианство, тогда еще никто не называл христианство, принявших веру еврейского народа в еврейскую миссию, для них чисто как бы политически и разумно было удобно, что римляне их считали атеистами и евреями. Почему атеистами? Потому что Тео, естественно, по латыни Бог, а безбожник или против Бога. Римляне, которые верили в пантеон богов, огромное количество богов, само понимание того, что есть один никчемный народ, который верит всего лишь в одного Бога, это вообще никакие неверующие люди. Поэтому ирония состоит в том, что римляне-язычники называли евреев атеистами, потому что они верят всего лишь в одного Бога. А римляне верили во многих Богов, поэтому чем больше Богов, тем лучше. И рассказывала вам о своей жене, которая, будучи художником, верила во все сразу. И поэтому, естественно, она считала себя очень духовным человеком. Так вот, иронически, чисто как бы было удобно для христиан или язычников считать себя евреями. И таковыми их на самом деле считали. И римляне, и они сами себя внутри еврейского религиозного культа. Заблуждение о том, что евреи не веруют в Иисуса Христа. Собственно говоря, вся первая церковь полностью на 100% была еврейской церковью. Даже до сегодняшнего дня количество евреев, верующих в Иисуса Христа в том или ином виде, насчитывает по разным данным от 150 до 200 тысяч человек. Если вы возьмете в процентном отношении количество евреев, верующих в Иисуса Христа на сегодняшний день, скажем, количество евреев, наверное, порядка 12 миллионов человек, то у вас получается, наверное, что-то в районе полутора, ну может быть, двух процентов населения. В пересчете на христианскую, скажем, Россию со 150 миллионами людей, может больше, я ошибаюсь, полтора-два процента, это будет приблизительно от полутора до трех миллионов человек. Что-то мне подсказывает внутри, что количество рожденных свыше христиан в России вряд ли превышает цифру в полтора-два миллиона человек. Так несмотря, конечно, на то, что тот, кто не мусульманин, обязательно считает себя христианином в России. Правда? Потому что это как бы... Но что-то мне подсказывает, что далеко не всякий, который называет себя Иисусовым или Христовым, таковым на самом деле является. Поэтому с моей, как бы, достаточно взвешенной, как мне кажется, точки зрения, перкапита или количество процентно евреев, верующих в Иисуса Христа, в той или иной степени, наверное, близко к тому, что представляют собой рожденные свыше христиане среди других народов. Тем более, надо понимать, что во времена Иисуса Христа ситуация была совершенно обратной. Более того, мы будем с вами сегодня говорить о книге «Деяний апостолов» и 15 глава, когда Павел приходит в Иерусалим, и он всячески пытается доказать братьям и апостолам, что не только евреи могут веровать в Иисуса Христа, но случилось чудо. Оказывается, даже не обрезанные, оказывается, даже не евреи могут веровать в Иисуса Христа. И возникает вопрос, который, естественно, будоражит и Якова, и всю команду апостолов. Что же мы с ними будем делать? Надо ли позволять вообще язычникам или не евреям веровать в еврейскую мессию? В принципе, возможно ли, не становясь евреем, веровать в Иисуса Христа? На самом деле, это был далеко не праздный вопрос. Что значит быть евреем? Что значит быть язычником? Вопрос сложный. Еврейство – это единственная, я бы сказал, этно-религиозная группа, существующая, существовавшая всегда и существующая на сегодняшний момент в мире. Что я вкладываю в эти слова? Человек может родиться китайцем. И если он станет христианином, он все равно останется китайцем. Человек может родиться русским, украинцем, белорусом, поляком. И никогда нельзя путать его этническую принадлежность к или с его религиозной ассоциированностью. Это две абсолютно разные вещи. У евреев все не так. Этимологически. Понятие еврейства на еврите звучит как яадут. А слово иуда. Иуда. Слово иуды значит еврей. Яадут – это еврейство. А как звучит иудаизм на еврите? Вы, наверное, уже догадались. Звучит точно так же. Яадут. Поэтому, когда мы говорим яадут, это может быть в равной степени и иудаизм, и еврейство. Более того, давайте рассмотрим очень интересный феномен исхода евреев из Египта. Мы знаем, что вышло 600 тысяч, можно спорить на самом деле тысяч, или слово элев переводится как слово клан, но мы не будем сейчас о цифрах. Мне трудно себе представить, что Моисей говорил одновременно с тремя миллионами без звукового оборудования. Сегодня самые знаменитые проповедники, будь то Билли Грэм или Виктор Гамм для русских, они все-таки используют серьезное звуковое усиление. А Моисею как бы так ничего, и весь народ сразу говорил – сделаем, исполним без второго слова. Где они поместились, эти три миллиона? Полно. Не знаю, может быть, три миллиона, может быть, просто речь идет о слове элев или тысяча. Оно переводится еще и как клан, группа людей, семейство. То есть, возможно, речь идет о неких группах людей. Суть не в этом. Суть не в этом. Идея состоит в том, что Писание говорит, что многие с ними, которые вышли, не были евреями. Были рабы, которые служили в Египте. И тем не менее, во время сорокалетнего странствия по Египту, прошу прощения, не по Египту, а по пустыне, мы вдруг обнаруживаем, что о них уже никто не говорит, как о неевреях. Более того, Господь Бог в Синайском откровении доверяет или вверяет им Тору, и они становятся евреями. Именно поэтому вы можете видеть в Израиле евреев черных, желтых, раскосых, каких угодно. Евреем можно стать. Евреем не обязательно родиться. И это официальный статус любого иммигранта в Израиле, когда не столько важно, кем ты родился или от кого ты родился, как вопрос, кем ты стал или кем ты перестал быть. Есть такой анекдот, когда говорится, что рядовой Петров соединил пространство и время. Имеется в виду, что он копал с утра и до забора. Так вот, в этом же контексте еврейство соединяет и этническую принадлежность, и религиозную. И мы прекрасно понимаем, почему. Потому что в древние времена, во времена Моисея, если ты был евреем, то ты находился в одной конкретной среде и ты служил одному конкретному Богу. Но если ты переставал с другой стороны служить этому Богу, тебя немедленно выбрасывали из этого лагеря, предавали тебя заклятию, и ты волей-неволей оказывался среди язычников, потому что были евреи и язычники, не было никакого опосредованного звена. И ты, будучи физически удаленным из народа этнического Израиля, попадал в чуждую тебе религиозную среду и переставал служить Богу Израилю. Эти вещи были неразрывно связаны. Именно поэтому нам очень трудно, когда мы говорим о еврействе, даже сегодня, и я хочу просто, чтобы вы подумали об этом. Это не так однозначно, как нам всегда казалось. Вот еврей, который рожден от отца еврея или матери еврейки, и все. Да, но не только. Так всегда с евреями. Да, но не только. Надо подумать. Поэтому, когда мы подходим к евангелизации евреев, когда мы говорим с вами о корнях еврейской христианской веры, мы должны понимать, чем мы имеем дело. Очень многие вещи, которые нам кажутся само собой разумеющимися, далеко не так очевидными. Я приведу вам еще один пример, с которым мы говорили, кстати, до начала сегодняшней лекции. Руфь, которую все знают. Очень часто ее приводят в рамках христианской апологетики, как прабабка Давида, доказывая, что по сути своей Давид, ну, не чистокровный еврей. Потому что, как бы, его прабабка была моавитянка. Кто с этим может спорить? Часто этот аргумент несправедливо приводит в довод того, что в настоящий момент в Израиле наверняка Давид бы не считался евреем. Почему? Потому что в настоящее время в иудаизме, вообще в Израиле в частности, принято давать национальность по матери, а не по отцу. Почему это, кстати, происходит? Да по очень печальной причине, потому что, начиная с XI века, количество изнасилований, чинимых так называемыми христианами по отношению к еврейкам, достигло такого страшного количества, что невозможно было уже на 100% сказать, является ли ребенок евреем или неевреем. И тогда раввины приняли волевое решение о том, что пусть не всегда можно узнать, кто был отец ребенка, но всегда достоверно известно, кто мать ребенка. Поэтому было принято решение о том, что отныне еврейство будет определяться не по отцовской линии, в противоречии тому, что, в общем-то, есть в Библии, а по материнской линии. Это очень печальный факт истории еврейского народа. Так вот, некоторые говорят, что на основании этого, апологета христианская, почему евреи так кичатся, грубо говоря, Давидом, потому что его бабка, они говорят, она вообще была не еврейка. Просто не понимают, о чем они говорят. Руфь действительно моавитянка. И когда она выходит замуж за одного из сыновей на имении, будучи язычницей, то этого сына на имении немедленно изгоняют из Израиля, потому что он не имел права оставаться среди народа Израиля, женившись на язычнице. И они уходят. И этот сын перестает быть евреем в буквальном смысле слова. Наиболее интересный феномен происходит после. После того, как Руфь желает, или Рут на еврейте желает, возвратиться в Израиль. Она возвращается в Израиль. И тут происходит совершенно потрясающая вещь. Она выходит замуж за Бооза. На еврейте Ваоз, если не ошибаюсь, по-русски. И все говорят, вот, пожалуйста, теперь прабабка Давида не еврейка. Отнюдь. Ни в коем случае. Невозможно себе представить, чтобы праведный Бооз, или Ваоз, женился на язычнице и его оставили в Израиле. Это невозможно себе представить. Он явно совершал грех бы, женившись на язычнице. И после этого Писание одобряло бы его факт. После этого бы Писание говорило о том, что он был принят в народе Израиля. Абсолютно невозможно. Это противоречило бы установлением Господа Бога. Остается один единственный выход. Перед своим замужеством Руфь, или Рут, стала еврейкой. И это действительно произошло при помощи одной, как бы, знаменитой формулы, когда она сказала, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Она добровольно приняла на себя еврейство. Человек может стать евреем. И только после того, как она стала еврейкой в глазах Господа Бога и в глазах еврейского народа, Ваоз мог жениться на ней и не быть изданным из еврейского народа. Таким образом, несмотря на то, что чисто по национальному фактору, или по происхождению, Руфь и была не еврейкой, она стала еврейкой еще до того, как она вышла замуж за Ваоза. Иными словами, она бы просто никогда не могла бы за него выйти замуж, поскольку он был человеком праведным. Налицо потрясающий феномен. Человек родился не евреем, но евреем стал. К чему я это все говорю? Мы с вами сейчас прервемся на небольшой перерыв, но перед перерывом, просто чтобы вы поняли, когда мы с вами будем говорить о еврейской евангелизации и о значимости еврейского народа в глазах Господа Бога, мы должны понимать, евреи не только средство. Евреи еще и цель Господа Бога. Я хочу позволить себе, перед тем, как мы с вами уйдем на перерыв, прочитать стих из Писания, который говорит нам о цели, ради которой Израиль был избран, промежуточной целью. В книге Исход, 19 глава, о которой мы с вами уже говорили в предыдущих занятиях, мы говорили о том, что в начале этого текста, в третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. Мы с вами говорили, что традиционно этот праздник Шивуот или праздник Пятидесятницы считается днем дарования Торы еврейскому народу. Так вот, самое первое, что Господь Бог объясняет еврейскому уже народу, поразительная вещь, вышли рабы, кто угодно, евреи и неевреи, сейчас все евреи. Прошло только два с половиной месяца или полтора месяца, в третий месяц, говорится, сейчас все евреи, потому что Господь Бог вверяет свою Тору еврейскому народу. По какому признаку? По признаку веры. Потому что в книге исход, когда Господь Бог сказал, что вы должны взять в жертву принести ягненка и кровью его помазать косяки дверей, тогда ангел смерти пройдет мимо ваших домов, для того, чтобы это сделать, слушайте внимательно, в это надо было поверить. Вот там типичный пример неразделимости веры и дел. А, они это просто делали. Люди не отдают себе отчет. Для того, чтобы делать, надо верить. Было огромное количество евреев, которые не поверили в то, что именно так произойдет, и не помазали косяки своих дверей кровью. В результате они погибли и перестали физически, как рожденные от воды, существовать, как евреи. В то же самое время рожденные неевреями и поверавшие в Бога, Авраама, Исаака, Якова, стали евреями по вере, выжили физически. И уже по приходу в пустыню Господь Бог обращается к ним, как к евреям, хотя чисто этнически евреями они никогда не были. И что Господь Бог говорит? Он говорит, начиная с 4 стиха по 6, здесь же 19 главы, «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Итак, «Если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Это первый пункт. «Вы мой народ, вы мой удел, моя вся земля». Господь как бы ставит, во-первых. Во-вторых, не в главной, но во-вторых, да, написано, «А вы, я вас поставил, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сыном Израиля, и пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним». Обратите внимание, еще раз практическое пример. Они говорят, уверуем. Знаете, чисто кальвинистский подход. Вера, Лютер, неважно что, дела, сами себе. Они отвечают ему, вот здесь, как бы первое противостояние в сане народа Торы или народа священника. Исполним. Потому что понятие исполнения неразделимо от понятия веры. И вера без исполнения пустой звук, не более того. Но промежуточная цель – царство священников. Для того, чтобы со временем привести к Господу Богу опосредованно через израильский народ все другие народы. И это важно до сегодняшнего дня, потому что Слово Божие исходит из Сиона. И Господь Бог никогда не отменяет своих слов. Это Господь Бог. Это Господь Бог, Творик неба и земли. Он говорит, вы мой народ, вы мой удел, вы моя цель, и вы священники для всех остальных. Знаете, священник, он прежде всего был человеком. Если бы он не был бы человеком, он бы не был священником. Точно так же и народ Израиля. Он прежде всего его народ. Когда мы с вами будем говорить о постании к Кремлянам, мы увидим, что это актуально и сегодня. И сегодня не было актуально, только тогда и сегодня. И как мой народ, как мой удел, вы посему и царство священников для других. Это должен быть приоритет любого христианина на сегодняшний день. В следующей лекции мы с вами поговорим о постании к Римлянам, о первой главе, о Тадминитом Тезисе, во-первых, Иудею. Подумайте пока о том, что мы сказали, и мы продолжим с вами через некоторое время. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok